Если душа просит праздника, устраивай его самостоятельно. Особенно просто это сделать, если есть хороший повод. Именно такому принципу последовали представители ТОСов и устроили в различных микрорайонах города самостоятельное празднование Масленицы. Руководители территориальных общественных самоуправлений и меланжисты Заречья устроили торжество на одной из площадей микрорайона, к которому сразу же присоединилось около 200 ивановцев. Ну вообще по городу я знаю, что очень много таких праздников проходит. И хорошо, что даже на маленьких местах, вот мы сегодня с дочкой и с младшей ехали к бабушку поздравлять с праздником, но блины, конечно, к ней. И тут получилось замечательно, что в таком месте тоже собрались. Организованы сами жителями. И, конечно, мы сейчас принимаем участие, просто веселимся и очень приятно. Традиционное масленичное угощение немного запаздывает. Блины еще не успели привезти, но детвору это совсем не смущает. Они с большой радостью принимают участие в масленичных забавах, перетягивании каната и катанию с горок. По преданию, прокатиться с горки должен каждый. Это придает сил и ловкости на весь будущий год. А если кто-то из ребят устал, он всегда может подкрепиться стаканом молока. Народу пришло сейчас еще только начало. Пришло человек 200, но мы надеемся, что человек 500 у нас еще будет. В программе у нас и блины, и танцы, и аттракционы, и сжигание чучела масленицы. Чучело масленицы тоже делали самостоятельно. Не только жители, но и дети. На создание героини праздника ушло около трех дней. Сейчас она в самом центре торжества. Но часы ее уже сочтены. Ближе к вечеру чучело сожгут, как велит обычай. Очень жалко, очень жалеют дети. Дети заходили в наш там, где мы ее делали, дети заходили и смотрели, и говорили, а вам не жалко? Мы говорим, очень жалко. Но мы же сжигаем. Что сжигаем? Ложь, ревность, воровство. Все плохое. Те, кто отмечают масленицу, верят, что после сжигания чучела обязательно наступает весна. Метеорологи не очень согласны с подобным утверждением, но сама погода кажется на стороне жителей. По крайней мере, снегопад и лед сменился дождем и лужами. Похоже, что зима решила отступить. Анастасия Николаева, Олег Милюхин, РТВ Иваново.